Томас двигался по железной дороге и думал о своем новом друге Джеке. Надеюсь, сегодня у него все получится, пропыхтел Томас. Вчера Джек нарушил правила и попал в неприятности. Они вместе расширяли дорогу под мостом на старой шахте. Джек и Алфи нагружали Макса. Повсюду разлеталась пыль и грязь. Работа еще никогда не была столь веселой. Джек был очень горд, он усердно работал, вел себя очень хорошо и следовал всем правилам. Но он все равно боялся, что мисс Дженни не позволит ему остаться. Нед, паровой экскаватор, весело собирал камни. У Неда был большой ковш и большое сердце. Но иногда его ковш был переполнен. «Осторожно, растеряха! Извини меня!» – весело сказал Нед. Томас хотел быстрее попасть на старый мост. Он знал, что они все работают там и хотел проверить, как идут дела у Джека. А на площадке послышался крик старшины. «Оливер! Нужно убрать верхний слой почвы! Сейчас же!» «Я уберу его!» – воскликнул Джек. «Джек!» Никто и не успел остановить его, как Джек уже успел заехать под мост. Он уже хотел наполнить свой ковш, как вдруг вспомнил предупреждение мисс Дженни. Не лезть не в свое дело. «Оливер!» – он сказал. «Это твоя работа, а не моя!» «Спасибо!» – вежливо ответил Оливер. Нед отправился под мост. «Я должен быть осторожным!» А потом случилась беда. Нед не опустил свою руку с ковшом достаточно низко. Он задел очень важные камни. Мост начал распадаться. Томас направлялся в сторону моста, не ведая о предстоящей опасности. «Томас!» Джек подъехал и поднял свой передний ковш, чтобы поддержать мост. Он напрягся изо всех сил. Томас увидел сигнальщика. Его машинист нажал на тормоза, но было уже слишком поздно. «Уголь и пепел!» – кричал Томас. Джек не отпускал. Наконец-то машинист Томас вернул его обратно в безопасное место. «Держись, Джек!» Джек уже больше не мог поддерживать мост. «Ты в порядке, Джек?» «Думаю, что да!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!» «Держись, Джек!»